Ребят, всем привет! Вы на канале Алькаш ТВ. И сегодня, как вы видите из названия, я хотел бы поговорить с вами о зимней резине. В чем проблема? Почему резина ходит так мало? Почему с каждым годом все популярнее и популярнее становится услуга такая, как дошиповка зимних шин. Я думаю, будет всем полезно и интересно. Поехали! Как вы можете заметить, у нас сегодня три покрышки предоставлены. Давайте начнем с первой. Первая покрышка это Nokia Norman 5 SUV на полноприводные внедорожники, в том числе и кроссоверы. У данной покрышки пробег два сезона. Резина прошла порядка 10 тысяч километров. Протектор у покрышки на сегодняшний день составляет 8 миллиметров, что допустимо для эксплуатации в дальнейшем. Клиент обратился к нам. Клиенту было предложено сделать дошиповку новыми ремонтными шипами производитель город Санкт-Петербург, которые позволят на данном колесе проехать еще порядка двух-трех лет. Нами была замерена высота протектора. Высота протектора составляет 8 миллиметров, что позволяет 8-9 миллиметровым шипом дошиповать данную покрышку. А актуально или нет дошиповывать данное колесо, скажете вы. Я могу сказать с полной уверенностью, что в размере 265-65-17 и выше экономия будет очень сильно ощущаться. Давайте поговорим подробнее об этом. Дошиповка колеса. Стоимость работы это удаление старого шипа, это сам ремонтный шип и его установка вместо выпавшего шипа. Стоит порядка от 15 до 20 рублей в зависимости от региона и от станции технического обслуживания. Соответственно, в данном колесе 17 диаметра у нас порядка 120-130 шипов. Ну давайте возьмем среднюю середину, 120 шипов. 18 рублей мы умножаем на 120 шипов и получаем примерную сумму, это около 2000 рублей. Заплатив 8000 рублей за четыре покрышки, вы получаете резину, которая еще проходит вам как минимум два года. Я считаю это очень актуально при ценах на новое такое колесо. Это будет, четыре покрышки будет порядка 40 тысяч рублей. Следующее, ребята, у нас колесо. Это колесо тоже производитель Nokia, которое отходило два сезона. В первый сезон выпало порядка 10 процентов шипов и нами было установлено в том году уже ремонтные шипы. Вот вы сейчас можете их наблюдать, как они выглядят, их очень легко отличить. У них более широкое пятно и они держатся в гнезде намного лучше, чем шипы, которые ставит производитель. Данное колесо клиент в этом году опять привез на дошиповку. Как вы можете заметить, примерное соотношение второго сезона это отсутствие 50 процентов, а то и 60 по всему диаметру колеса. Данное колесо у нас на 14. Соответственно, цена резины порядка в два-три раза дешевле от предыдущего колеса, которое мы с вами рассматривали. Нами также был произведен замер. На многих покрышках производитель уже маркирует цифры. Клиенту озвучили ценник и клиент уже, соответственно, думает, стоит ли ему заморачиваться и зашиповывать дальше эти колеса и продолжать на них ездить. Либо ему уже нужно будет приобрести новые. Здесь порядка 80 шипов отсутствует. Соответственно, также умножаем 18 на 18 рублей и получаем сумму порядка полутора тысяч рублей. Как бы скажете, вы дорого, да, за четыре колеса 6 тысяч рублей, но если вы поедете и купите такую резину, даже 14, она будет стоить порядка 12, а то и может быть больше даже. Поэтому все познается в сравнении и как бы каждый принимает решение сам. Ну и также мы имеем, ребят, третье колесо. Оно у нас 18 диаметра, 225-60-18. Резина Michelin. Очень хорошая, дорогая резина. Оно полностью, как вы видите, зашиповано уже ремонтными шипами. Объясню почему. Вообще резина эта покупалась мной, покупалась в этом году. Небольшое предисловие расскажу. Резина стоит на автомобиле Honda CR-V, которая имеется у меня в семье. Значит, стал выбор о покупке новой резины, поскольку машине уже более пяти лет. Резина уже просто пришла в негодность. И шипы повыпадывали, и также уменьшился уже протектор у нее. Соответственно, было принято решение ту резину утилизировать и приобрести новые колеса. Столкнулся с выбором покупки колес зимних, как и многие, наверное, которые смотрят сейчас это видео. Хотел бы поделиться, небольшим таким секретом. Значит, проанализировав рынок города Тюмени, пришли мы к такому калькулятору. Каждое колесо компании, допустим, Мишле, Нокия порядка от 8 тысяч с половиной рублей до 11 с половиной тысяч рублей. Соответственно, все считать умеют. Это 36-45 тысяч рублей. Что сделал я? Зная проблему о шипах, которые сейчас производители устанавливают в новую резину, о том, как они год, максимум два ходят, выпадывают, ломаются, мнутся, гнутся и так далее, и уже резина становится просто липучкой, она уже не становится шипованным колесом. Я сделал следующее. Я нашел бывую резину в очень хорошем состоянии, но с отсутствием шипов, как вы поняли. Резина досталась мне за 6 тысяч рублей. Это 4 покрышки, это 18 комплект. И я полностью его прошел и дошиповал ремонтным шипом. Сейчас я буду знать, что я могу с полной уверенностью ездить на этой резине 2-3 года, и ничего с ней не будет происходить. Она будет только стачиваться, шипы будут как можно больше уплотняться и как можно больше еще осаживаться в гнездах. Я вам об этом покажу чуть-чуть позже и расскажу. Ну вот, ребят, сами можете посчитать, на 4 покрышки 18 диаметра ушло порядка 460 шипов. По 18 рублей можете посчитать. Естественно, мне это вышло чуть-чуть дешевле, но так или иначе. 17 рублей мы можем умножить на 460 шипов. Сейчас вот здесь, думаю, расчетик сразу будет. Прибавить 6 тысяч рублей за сколько я взял эти 4 покрышки. Соответственно, получаем такую сумму. Я думаю, сумма сразу отличается от суммы 36-45 тысяч рублей. Ну и, причем, я сейчас с полной уверенностью могу ездить на этой резине 2 года, 3 как минимум, не заморачиваясь и не дошиповывая ее каждый год. Вот так, ребят, выглядит моя дошипованная шина. Сейчас вы можете наблюдать процесс удаления старых шипов, а именно их обломков. Процесс, на самом деле, очень трудозатратный. Может быть, на первый взгляд вам покажется, что это все легко, но на самом деле на колесо уходит среднего диаметра порядка 20-30 минут. В дальнейшем мы наносим мыльный раствор в отверстие, дабы установка ремонтного шипа была намного легче. Затем подцепляем пневмопистолет, заряжаем шипы и производим штучную установку ремонтного шипа. Перед этим, естественно, замеряем резину, высоту протектора, высоту пешки, штанги и циркулем, дабы подобрать идеальное сочетание ремонтного шипа 8-9 миллиметров. Используем только заводские качественные шипы производства города Санкт-Петербурга. Также используем только профессиональный пневмоинструмент, который позволяет быстро и качественно дошиповывать или ошиповывать вашу зимнюю резину. Ну и также не забывайте о балансировке ваших колес. Поскольку в нее установлены шипы, естественно, у вас появился дисбаланс. А вот и тот мусор, который мы вытащили из вашей крышки. Ну вот предоставлены шипы, удалившиеся уже с колес. Здесь, ребята, вы можете заметить, как они разрушаются, из какого они материала сделаны. А здесь, ребята, вы можете увидеть, как выглядит настоящий шип новый, который производителем, в том числе и на нашей станции, устанавливается в новую покрышку, в новое колесо. Я думаю, разница сразу заметна. Ну и здесь, ребята, вы можете уже заметить шипы. Вот такими они были. Это новый шип. Вот такими они стали. Дошиповываем мы. Вот с правой стороны представлен ремонтный шип. Что происходит с шипом? Когда мы устанавливаем данный ремонтный шип, в процессе эксплуатации идет нагрузка, естественно, дорожного полотна. И вот эта пластиковая шайба, вот эта пластиковая шайба, она под весом автомобиля, естественно, развальцовывается. Данный вот этот шипик с основанием выходит чуть-чуть наружу. И, как вы, наверное, уже догадались, происходит такой эффект клепки. Соответственно, вот этот пластик, он разжимается. Помимо того, что и большое пятно, которое заходит в ту ремонтную зону, эффект клепки происходит. Пластик этот развальцовывается и, соответственно, тем самым он очень плотно и долго находится вот в этом гнезде покрышки. И вы можете с полной уверенностью ездить. Естественно, ребята, мы советуем всем своим клиентам обкатывать шипы, как новые, так и ремонтные. Обкатка шипов производится от 300 до 500 километров. Это плавная езда, без буксов, без резких торможений. Ну и не забываем, чем лучше вы прикатаете шип, тем дольше он вам будет служить. Ну что, ребят, вот и подошел наш выпуск к концу. Я думаю, информация для вас была очень полезной. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи на дорогах, всем пока!